Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Core Keeper, и у нас несколько дней видео не было, нужно было немного отдохнуть мне от этой игры, потому что слишком много я копал не на запись, и меня это бессмысленное, беспощадное копание что-то утомило. И я хотел найти таки еду, которая прибавляет на постоянно нам немного здоровья, да, у нас есть одна еда, личинка где-то в каменном биоме спаунится, личинка в янтаре, ее же мы можем получить убивая босса, и мы наверное попробуем ее получить убивая вот этого босса, как он там называется, Гхорма. Я призывал, как его купил себе уже, потому что не выдержал это копание, потому что я перекопал, ну немало в каменном биоме, но так и не нашел, и потом начал искать в зеленом этом биоме, есть у нас там райский сад, где можно корзину с райскими фруктами взять, и там тоже, по-моему, 50 здоровья прибавляется. Плюс у нас в пустынном биоме, точнее в лавовых мини-биомах, которые в пустыне спаунятся, у нас тоже есть еда, которая еще здоровья прибавляет. И, по-моему, в водном биоме еды нет на здоровье никакой, если я не ошибаюсь, но в финальном биоме из босса, из местной стены плоти выпадает еда еще на 100 здоровья. То есть, ну, ее мы точно получим, это уже гарантировано, да? Но три еды, которые нужно искать, мы, скорее всего, не получим, потому что искать в огромных биомах одно место, которое спаунится на всю карту ради 50 здоровья, спустя много часов копания, я понял, что совершенно бессмысленно и беспощадно, это плохой геймдизайн, и я этим заниматься не буду. Это очень плохое решение со стороны разработчиков, я теперь понял, о чем ребята говорили, что в игре много гринда. Гринда не в плане ресурсов, гринда не в плане, там, убийства боссов или какого-то чего-то интересного такого, а гринда просто в плане поиска вот этой вот еды. И о некоторых других вещей, которые тоже у нас спаунятся там по несколько на биом, например, для того же легендарного меча, для того же легендарного лука, да, нужно найти места, где вот эти части необходимые для того, чтобы собрать эти легендарные предметы находятся. И вот именно это бессмысленное, беспощадное, якобы исследование мира, да, вот именно оно утомляет больше всего. Потому что если бы хотя бы интересно было как-то исследовать мир, если бы что-то можно было находить, пока ты исследуешь этот мир, да, но тут ничего нет полезного. На, да, да, в принципе, на любом, по большому счету, этапе игры, когда уже немножко там походил по каменному биому, например, да, убил босса этого в каменном биоме, то тебе в каменном биоме уже ничего и не нужно, по большому счету. Пооружил руды найти и больше ничего не нужно. Там нет ничего интересного просто-напросто, ну, кроме еды, опять же, да. И дальше в остальных тоже. Убил всех боссов в биоме, пособирал ресурсы основные, и все. Больше там нечего искать. В этом проблема. Например, в той же террарии исследовать мир намного интересней. Потому что та же прибавка здоровья там сделана через сердца, да, и этих сердец спавнится по миру много. И здоровья они прибавляют понемножку, и ты их постоянно находишь, и ты постоянно радуешься этой прибавке здоровья. А здесь ты часами ищешь и просто ненавидишь уже эту игру, из-за того, что, ну, реально огромный биом, и всего лишь одно место, где можно найти эту еду на прибавку здоровья. Это плохой геймдизайн. Поэтому мы будем заканчивать с Куркипером, и сейчас будем идти по боссам. Но, тоже, чтобы идти по боссам, нужно, нужно еще пойти покопать ракушки. Сначала ракушки, а потом крылья этих самых. С корабеев, да, в пустыне. Это еще два дня копания бессмысленного и беспощадного. Ну, да, первым делом, все-таки, еду, которую мы можем получить, у нас есть однопроцентный шанс на минуточку. Из босса, из хорма этого, мы можем получить эту личинку, которая в Янтаре может заспауниться где-то. Я даже не знаю, она гарантированно спавнится или может не заспауниться в принципе. Есть тут шанс на это? Я не уверен, не уверен. Но, посмотрим. И, по-моему, еду, которая в зеленом биоме или в пустыне, ну, в этих лавовых биомах, выбить мы не можем ни с кого, если я не ошибаюсь. Надо будет еще перепроверить. Но пока пойдем, давайте, хорму пофармим. Это быстро, это легко, да. Сложно было призывалки покупать, потому что они по три штучки только покупаются раз в минут 10-15. То есть я на это еще много времени потратил. Но я тут просто стоял у торговца и вот прям с открытым инвентарем и покупал их. Деньги у нас бесконечные. Опять же, баланс, да, баланс. Бесконечные деньги, все хорошо. Просто покупаем призывалки. И у нас есть, ну, 60%, что мы выбьем эту еду. Можем и не выбить за эти 60 попыток. Ну и тогда хрен с ней, с этими 50-ю здоровья. Не буду я ради этого еще дальше тратить время. Это, ну, реально бессмысленное дело. Единственное, что меня радовало, так это прокачка навыка ближнего боя и здоровья. Здоровье у нас практически уже на сотку докачалось. Ближний бой тоже хорошо, в принципе, качается. Я поначалу, я в прошлой серии вот говорил, да, что можно попробовать фармилку навыков сделать на улье матке. Но я думал, с буром будет работать. Но бур убивает улье матку. То есть там какая тема, что, типа, так как мы стояли за рвом, чтобы нас мелкие мобы достать не могли, мы просто через ров убиваем этих мелких мобов и, типа, норм получается. Можно качать навык. Можно, в принципе, с оружием ближнего боя там немножко, ну, так, на угол ров поставить. И, в принципе, оружие ближнего боя будет доставать, если углом мобы будут подходить. Но проблема в том, что полностью в АФК сделать это все не получится, потому что если на нормальной дальности стоять, чтобы мобы спаунились хорошо, то улье матка плюет постоянно. Плюет и спаунит мобов нормально, да. Но если чуть-чуть дальше отойти, то улье матка плевать перестает по игроку, но и мобов спаунить она особо перестает. Вот, поэтому, а если подойти с буром, вот, на расстояние, чтобы она плевала активно и мобы спаунились, то бур убивает улье матку именно перескакиванием от цели к цели в молнии. И до улье матки достреливает, и улье матка там склеивается довольно быстро. Поэтому фармилку такую в АФК режиме сделать не получилось. На грибах у нас грибы есть, да, большие, которые, если на игрока не агрятся, то они все время в каменной форме своей и по единичке урона получают. Но бур их тоже убивает. У него очень быстрая скорость атаки, и грибы не успевают выхиливаться, и бур их убивает. Можно, в принципе, с каким-то оружием ближнего боя, опять же, попробовать все это сделать, но у которого меньше скорость атаки. Ну, то есть, медленнее убивать будем, грибы будут успевать выхиливаться. Может быть, как-то можно было организовать такую более-менее АФК прокачку. Но все это оказалось в фигне, на самом деле, по сравнению с этими биомами с плесенью в этом биоме. Это, да, совсем не АФК фарм получается, но вот в такой биом заходишь, в большой, и там такое огромное количество противников наспаунилось. Навыки настолько быстро прокачиваются, это красота прям. И вот это вот единственное меня радовало, когда я находил новый биом с плесенью. Там реально очень много противников, там очень вкусно походить и приятно по этим биомам. Вкусно, опять же, там ничего полезного для нас нет, никакого лута, ничего интересного, абсолютно. Но большое количество противников довольно быстро качало навыки. И это было хорошо, это было приятно. Но у нас, да, есть еще что покачать, в принципе. Но, да, посмотрим. В любом случае, бур уже наносит заметно больше урона. С прокачкой, естественно, 42% уже урона прибавилось только от одной прокачки. И только именно от самого навыка, да. И плюс еще здесь у нас всякие разные бонусы есть. Вот, и можно еще будет тоже увеличить урон дальше. Это, это да. Короче, пошли искать хорма. А, стоп, давайте сначала мы еще вот что пойдем. Единственное, что, возможно, интересное я нашел в зеленом биоме, это... Давайте посмотрим. Это вот это место. Возможно, что здесь как раз последняя недостающая часть для легендарного меча. Для того, чтобы нам открыть эти ворота, нам нужен вот этот цветок. Который собрать я не могу, да. Так, тихо, давай. Вот так. В принципе, он нарисован на самих дверях. И можно догадаться. И мы когда с цветком подходим, двери подсвечиваются. И мы можем зайти. Да, вот, последняя штуча. Бур пробивает через стены. Бур пробивает за пределы экрана, если цепь срабатывает. И уничтожает все. Поэтому тут у нас все уже поломано. Еще до того, как я сюда зашел. И вот это да. Последняя штучка, которая нам нужна была. Давайте мы это все выкинем. Магический урон. Урон приспешников. Ну, по-моему, такого амулета у меня нет. Если я не ошибаюсь. Я не уверен. Я не уверен. Мы. Ну, пусть стоит портал. Можно потом будет забрать. Пошли, наверное, меч тогда соберем. Раз такое дело. Раз мы нашли. И тоже, да. Найти. Вот такое маленькое строение. Я не знаю, сколько их спавнится на весь этот биом. Но мне кажется, что немного. Это не так просто, конечно. Так. Ну, мне хотя бы с этим повезло. Да, уже хорошо. Нам надо вот это. Нам надо вот это. И нам надо вот это. Плюс вот это и железо. Так. Так. И собираем теперь легендарный меч. Проблема еще тут тоже в том, что очень малое разнообразие в плане оружия и в плане шмоток, в принципе. Ну, малое... То есть, да, у нас много там колец. В принципе, шмоточек немало. Но мало интересных в этом проблема. Оружия так вообще интересного, кроме бура, нет в игре. Вообще. И это печально. И это печально. Давайте посмотрим на легендарный меч. Может быть, он интересным будет. Песни рун. То есть, его, чтобы сделать, нужно реально постараться. Тринадцатый уровень предмета. Давайте мы его улучшим, чтобы чуть понятнее было, что там он из себя представляет. Деньги. Деньги. Надо положить, наверное, в этот деньги, да? Сразу пару стаков, чтобы они тут лежали. Мало места в сундуке, конечно. Так, хорошо. Улучшаем, 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 улучшаем. Красный камушек. Сейчас принесем. Ферма у нас работала довольно долго. И целых... Сколько там? Восемь, по-моему, камушков мы собрали. Да, это еще один девятый, с тех пор, как я смотрел. Еще добавился. Камушки собираются, конечно, эти не очень быстро. Но мы их фармить с боссов, по-моему, сможем, поэтому... Так, и за слитком сейчас сходим, да? Их тоже там, наверное, много уже выкопалось. Может быть, даже все? Я не уверен. Может быть, вся жила выкопалась на самом деле? Потому что игра была очень долго включена. Сначала я долго коп... Да. Спасибо. Сначала я долго копал, а потом... Я долго в АФК сидел. И оп, минус портал. Так, пусть заряжается, а мы... Телепортируемся домой вот так. На всякий случай пусть стоит здесь портал. Так. Так, нам не надо. Все остальное оставим. Все остальное оставим. Для этого места еще тоже есть. Хорошо. И последнее максимальное улучшение. Это 19 уровень. С вероятностью 15% при попадании убивает любую цель, чей уровень здоровья ниже твоего. Но это интересный бонус. 90 здоровья прибавляется и 5 здоровья при попадании в ближнем бою. Так. Но... Сама фишка в том, как этот меч будет... Да... Две с половиной атаки, да, в... Сколько там? В секунду, да? Стандартная, в принципе, скорость. Но... Он, кстати, тоже с бесконечной прочностью. Это хорошо. Но с Буром все равно он не сравнится. У Бура 5 атак в секунду. Скучное оружие в плане, вот если сравнивать, да, опять же, с великой террарией. Не побоюсь этого слова. Где было... Даже в базовой игре там было множество разнообразных видов оружия. И оружие ближнего боя было не только простыми мечиками, которые вот перед собой бьют, да. Но и были с чуть более дальнобойной атакой. Были с интересными какими-то эффектами. С необычными атаками много оружия было. И было интересно находить вот эти все новые виды оружия. Пока эксплоришь, да, во всяких сундуках. Там те же аксессуары. Огромное количество аксессуаров. Здесь что? Одна линза разлома и все, больше ничего интересного нет в игре. Потому что, ну, кроме вот этого рывка, ну, больше нечего поставить. Потому что это самое полезное и удобное. Щит можно ставить, если в ближнем бою играть, да? Но такое... Поэтому, я не знаю. Я, конечно, поначалу... У меня были большие надежды на эту игру. А сейчас я вижу много плохого геймдизайна. Так. Ну, хорошо. Я не говорю, что игра прям плохая, да? Она просто... Ей стоило бы посидеть еще в раннем доступе пару лет, а не релизиться. Последний биом, вот этот вот, да? Это вообще безобразие. Два вида червя. Все. Ничего в этом биоме нет. Два вида червя. Вот эта вот крафтовая штука. И, собственно, новая руда. Ну, и там еще храмчики у нас есть, да? С сундучками. Все. Больше ничего в последнем биоме нет интересного. Ну, и один босс, которого из террарии слезали. Только перевернули. Положили на пол, да? И все. Ну, не знаю. Мне кажется, игру рано релизнули. Так. Да, мы идем... Нам надо, наверное, пешочком идти. Да тут у меня портала нет поблизости. Ничего, пройдем. Это быстро. И еще, конечно, кайфово было по вот этому кругу ходить. Поначалу, пока здесь тоже было огромное количество слизней и всяких там других противников. С вот этим буром, который, ну, реально просто за пределы экрана пробивает, если противники далеко стоят. И, ну, так, цепь проходит, да? Это прям очень красиво. Так. И тут у меня уже пару сундучков есть. Пару раз я его пофармил, чтобы посмотреть, насколько это быстро. И это довольно быстро. Так. Как мы... Так вот, наверное. Так вот, наверное, будем... Нас интересует здесь только одна личинка. Больше ничего. Стоп. Сундук как будто бы появился еще раз. Тут проблема в том, что, да, нам нужно будет в любом случае каждый сундук проверять. Перед тем, как мы его ломаем. Потому что здесь сейчас соберется огромное количество предметов. Разве что чистить инвентарь, скидывать эти все предметы, как вариант. Может быть, может быть. Ну, или пусть они на полу валяются. Ну, в смысле, чистить инвентарь и удалять просто предметы все эти, потому что, ну, барахло нам это не надо. Не продавать, не разбирать, ничего нам это не нужно. У нас... Бесконечное количество денег. Ну, кстати, трофеи можно и оставить. Трофеи мне что-то жалко. Трофеи много стоят. Вот эти фигурки. И они стакаются. В этом, как бы, да, фишка вся. Если бы они не стакались, я бы не заморачивался бы. Не было смысла их собирать. А так пусть будут. С него золотая личинятина, кстати, падает хоть иногда. Так, тут, наверное, надо поставить вот так. О, мимо. А, нет, не мимо. Пойдет. Ну, и повторяем процедуру, пока не закончатся призывалки, или пока мы не найдем личинку. Новое очко таланта в ближнем бою доступно. Ура. Восемьдесят пятый уровень. Ну, мы тут докачиваем, да. При повторном попадании урон увеличивается на 15%. И вот эти вот два навыка тоже надо взять будет. Мне и вот этот вот нравится, я даже не знаю. Стоп, эти два, по-моему, да. Урон против боссов и восстановление одного процента здоровья. Да, надо это брать. Это, конечно, оба навыка классные. Но нам, получается, правильно я понимаю, мы не сможем взять и этот, и вот эти два. Можно будет взять, может быть, меньше процентов здесь, а этот полностью. Но мне нравится горячая голова. С небольшим шансом при попадании увеличивает скорость атаки на 50%. На 50%. Это, когда прокает, прям очень приятно. Что мне в этой игре нравится, в отличие от многих подобных игр, в том, что здесь как раз есть навыки. Вот этого мне не хватает, прям очень сильно во многих подобных играх. Мне нравится, когда... Почему в этот сундук еще раз появился? Что происходит? Только что его сломал, он еще раз появляется. Что это такое? Хм. И... И опять... Что это такое? И лучше правильно появляется снова. Ну и другой причем тоже. Сейчас не появился. Странно. Вот. Личинка в янтаре. Всего лишь навсего. Чуть-чуть точку нужно было пофармить. Даже не пришлось тратить все... 63... Сколько у нас там было, да? Потому что 63 попытки. Но это нам, опять же, просто повезло. Не больше. И... Вкусненько-вкусненько. Кстати, в теории личинку можно эту фармить. И можно ее готовить с другой едой. Может быть... Кстати, на самом деле... Если приготовить... И... Хм... По-моему, с вот этим вот навыком в кулинарии... Где у нас тут кулинария? Вот это, да? С вот этим вот навыком. С поваром-мастером. Если прокает еда... Редкая... То... Она идет как отдельная еда. И мы можем еще 50 здоровья получить. Короче, я вот такие видео видел. По-моему, несколько видео. Что типа готовили... Какую-то... По-моему, личинку как раз тоже готовили. И... Ели обычную еду, которая получалась. Это 50 здоровья прибавлял. И редкая прокола получается. И они тоже еще 50 здоровья получали. Ура! Мы смогли... 50 здоровья прибавить. Здрасте. А, это личинки падают. Нет, камни просто. Или что? Да, просто камни падают. Было такое когда-то, да. Так, ну хорошо. Все, мы отсюда уходим. Дело мы сделали. Быстрее даже, чем я думал. И не нужно фармить, ничего было. Но, да. Ну, ничего. Я не один час простоял возле торговца, покупая... Покупая эти... Призывалки боссов. Да. А продать мы их можем. Они каждая по 300 монет стоят, да? А продать... Ты что закрылся? А продать мы можем за 2000 оставшиеся. Так. И все остальное мы тоже продаем. Но сундуки, кстати, я оставлю. Сундуки, может быть, пригодятся. И шестеренки тоже могут пригодиться. Руда нам уже не нужна. Вот эти штуки, жалко, не продаются. Я не знаю, зачем они... Постоянно падают с каждого босса. Но при этом продать их нельзя. Ну, как бы, она нам одна нужна, чтобы активировать вот эту вот фигню, и все. В начале игры. И больше нам они не нужны. Тоже как-то странно. Это мы просто выкидываем. А, мы даже выкинуть не можем. В общем, фишка. Даже... Кто это все придумал? Ну что? Теперь меня ждет самое увлекательное. То, что мне больше всего в этой игре нравится, да? Это... Идти ракушки собирать. Надо пойти взять сразу, чтобы они в инвентаре у меня были. Чтобы я... Случайно лишних не собрал. Нам нужно сегодня собрать 20 ракушек. Еще 15 нужно. И еще 33 надкрылья Скоробея. Да. По идее... Если... Опять же, да, в пустыне у нас была бы фармилка. Фармилка мобов. То там бы Скоробеи могли спауниться. Но они бы взрывались, да, и... Ломали бы нам блоки. Наверное. Ну, короче, не важно. Ладно. Пошли. Пошли бродить по... А, нам лодка нужна. Точно. Куда пошли мы? Без лодки-то. Сейчас хотя бы лодка побыстрее. Плюс... Тех же этих мы... Тентакли эти быстрее намного убиваем. И любых других противников. И, в принципе, островки, может быть, осматривать будет проще. Теперь. О! Ну, кстати, хлыст щупальца, по-моему, да? Вот это как раз... Если я не ошибаюсь. А ну-ка. У нас, по-моему, он был. У него дальность, кажется, чуть-чуточку больше, чем у обычного оружия. Ближнего боя. На одну клеточку. Но почему так скромничать? Зачем? Можно же сделать было и подальше. Ну, ладно. Так. И... Ракушки могут выпасть с однопроцентным шансом из крабов. И... Если я не ошибаюсь, по-моему, из... Вот таких вот штук, только больших, по-моему. Я не знаю, что это за штуки такие. Ну, какие-то штуки. Так, сюда мы не пойдем. Там, по-моему, для нас ничего интересного не будет. Поэтому крабов мы убиваем всех обязательно. Которых встретим. Ну, и посматриваем... На ракушке где-то на земле, если вдруг... Если вдруг увидим. Есть у меня шанс их увидеть? По-моему, они вполне хорошо видны. По типу... Вот, да? Ракушка. Или не ракушка? Ракушка, да. Довольно больших. О, кстати. Угу. И вот еще ракушки. Живем. Такая сцена, по-моему, у нас тоже только одна на всю карту. С тремя рудами. Ну, во всяком случае, галаксидовая с тремя рудами, которую мы тоже нашли. И выкопали уже все. Она... Ребята писали в комментариях одна. И это, мне кажется, тоже только одна. Ну, целых три ракушки нашли. Вон тут. Кто-то здесь живет. Вот вроде тоже. Иногда такие как... Как бы интересные места встречаются, да? И здесь иногда на педесталах можно найти какие-то интересные предметы, но... Но... Но они неинтересные все равно. В сундуках ракушки... Наверное, не могут быть. Кинжальчик там какой-то. Мы, кстати, можем его, наверное... Призвать. Разные водоросли. Так, это моя лодка. Это у нас музыкальные двери. Там краб был внутри. Секира-якорь. О, галокситовая кувалда. Медузу мы этих вылавливать можем. Вот это я возьму. А секиру-якорь я еще не видел. Ну-ка. А ну-ка. А что я ожидал? Ладно. Поплыли отсюда. О, еще одна сценка. Уникальная. И здесь две ракушки, как минимум, есть. С кораблем. Мы корабль этот не можем забрать себе? Видимо, не можем. Зачастую вот такие декоративные предметы можно... Себе на базу забрать. Океанское сердце ожерелья. Ожерелья, наверное, тоже уникальное. Мне что-то кажется. Итого у нас уже 16 ракушек. Хорошо, не так уж все и плохо по ракушкам пока. Вот такие вот сценки уникальные определенно помогают. Ну и лодка позволяет относительно быстро перемещаться между островками. И вот еще одна ракушка у нас, да? С краба я так ни одну и не выбил. То есть, в принципе, нормально ракушки собираются. Ну, их всего 20 надо, как бы это не так много. Особенно учитывая, что мы... Сколько там у нас? 5 было, да? Или что-то такое. В начале. И вот еще одна тоже. Угу. Еще две, и мы готовы бить босса. И вот последняя. Так, хорошо. Заплевали меня тентакли по дороге. Но у нас есть 20 ракушек. Можем возвращаться на базу. И... Можем делать это. Сканер... Сканер босса. Которого давным-давно надо было убить уже. Так, что мы... Что мы, что мы, что мы... Давайте продадим... Наверное, барахло. То же, да? Вот насчет призывания. У нас призыв как класс идет. Отдельный, да? У нас дальний бой, ближний бой, магия и призыв как отдельный класс с отдельной веткой прокачки. Но при этом... Саммонов у нас всего три вида. Один это обмышки летучие. Второй это скелетики, которые в ближнем бою дерутся. Которые возле игрока находятся. И третий это как раз вот эти... Медузы, которые вокруг персонажа летают и... И ничего в принципе не делают. Просто сами собой дамажат противников. И все. То есть, ну, мало предметов. А интересных так еще меньше. Ну, кстати, пузырьковый пистолет был. Ничего такой. Пузырьками стрелял. Это, да. Такое, конечно, все. Так. И руду тоже мы можем продавать. Нам она уже не нужна. Она у нас сотнями фармится с этого. Тысячами. С фермы нашей. Так, вроде бы все. Все остальное оставим. Амулетик тоже выложу на всякий случай. Все же уникальный. Так. И... Все у нас есть. Вот. Вот. Нам... Аморот нужен. Во. Ракушки. По-моему, я все, что для наживки, вот сюда переложил. Да. Еще и возьмем наживку сразу. Острой наживки не хватает. Да, вот она лежит. Да. Много наживки сделали. Ну, давайте сканируем. И... Здесь у нас морской титан-оморот. И наживка нам нужна. Зелень нам какие-то надо? Что-нибудь? Ну, мы там посмотрим, короче. Пошли. Пошли. Куда мы идем? Наверное, вот здесь мы пройдем. Будет ближе, мне кажется. Чем плыть аж оттуда. А вдруг сейчас по дороге райский сад найду. Ну... Мало ли. Может же быть такое. Вдруг он прям где-то здесь. Ближний бой, да? Красота. За пределы экрана застреливает. И убивает противников там. Такой ближний бой мне нравится определенно. Странно, что корни не копаются. Вот, вот. Вот это немножко неудобно на буре. Ну, это такое. То мелочь, конечно, совсем. Бур... Это, конечно, жесть какая-то. По сравнению, да, с другими видами оружия в этой игре. Бур это какая-то. Нереальная штука просто. Так, ладно, идем наверх. Да что такое? И мы уже в водном биоме. Ну, никакого райского сада мне. Пойдем. Хорошенечко. Ничего у нас музыкально. Это самая, да, комната одна. И мы уже в водном. Попробуем здесь проплыть. Нам кажется сюда, да, можем высаживаться. О-о-о. О-о-о. Так. Как мы это делаем Стоп Нам удочка нужна Да Нам наверное удочка нужна То есть мы не через призыв Мы вылавливаем все таки Ну наживка Логично в принципе Мы вылавливаем босса Видимо Сейчас посмотрим Может у него тут Портальчик есть Да портальчик есть Ага Неразрушаемая Совсем стеночка Но мы можем вот так себе сделать стеночку По идее И тут Что мы делаем Может быть Для удобства Мы себе тут что-то Что-то организуем Мне что-то кажется Что он будет тут выныривать Из разных этих Вот этих вот Водоворотиков Может на лодке Было бы удобней Ну короче Посмотрим Пошли за удочкой Сходим Ну и давайте Попробуем Так Удочка Наживку надо Наверное Куда-нибудь В этот слотик Кинем Есть контакт О Прокнуло на 50% Дополнительной скорости Кстати Из-за того Что я постоянно Двигаюсь Да наверное Бонус от Бега Который На уклонение Мы его по-моему не брали Сейчас Или брали Я уже не помню Ну короче Он не работает Из-за того Что я двигаюсь О Тут я не двигаюсь Окей Здоровый образ жизни Тебя получил 100 В навыке живучести Ага Достижение получено Душу моего Впитали Что там у нас Эта душа дает 3% При попадании В дальнем бою Выпускает торнадо Ясно А вот этот вот Грозовой луч Он очень Редко Работает То есть Мало того Что он только При крите А криты у нас В принципе Не очень частый Да Так еще и всего Лишь 10% При крите А тут 3% В принципе Всего При Дальней атаке Ну Такое Ладно Так Как мне Твой сундук Достать Теперь Ожерелье 7 брони 4% К уклонению Урон Киркой 10 именно Процентов Хорошо Силе свечения Это мне нравится Амулет Приятный 58 Блин Этот Mind over matter Да 58% Урона Поглощается Защита Из маны Забавно Так Что Что еще Клюв Физ Атака В дополнительной Ячейке Ну вот Опять же Если Можно было бы Хоть какие-то Предметы Объединять В плане Аксессуаров Для дополнительной Ячейки То Было бы Конечно Хорошо А так Ну Линза Разлома Очень хороша За счет Своего Этого рывка И заменять ее На что-то другое Ну может быть Опять же На боссов Где мы просто Стоим и ничего Не делаем Может быть Может быть Не знаю Так Тут у нас 12% Шанс Уклонения В принципе Сейчас Бафы с еды Прошли уже Если На нас Действует Вот этот Вот 13% Шанс Уклонения То С Ожерельем Нам Недостает Всего лишь 5% Уклонения То есть Чуть-чуточку Не хватает Чтобы Можно было Заменить Амулет Который у нас Вот этот вот Да Тут конечно Брони немного Здесь брони есть 7 брони Но тут 7 урона И 10% К урону Кирка Это очень сильно Повысит наш урон В принципе Мне кажется Плюс И свечение Мне нравится Потому что Светлее все Становится В этом Довольно Мрачном Мире И Скорость Передвижения То есть Бонусы Небольшие Но неплохие Весьма неплохие Давайте Попробуем Улучшить Сейчас еще Продадим Барахло Наверное Вот это Вот это Что мы еще Тут можем Продать Отпробуем Себе Больше Ничего Ее Да Выложим Сюда Деньги 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 Так Насколько Мы можем Улучшить Амулетик Этот Что там Прибавляется Ууууу Ну, 1% уклонения прибавили мы. Да, не густо. Но зато 14% к урону киркой. Ух, зато как ярко теперь. И у нас есть 86. 4% уклонения нам не хватает. 4%. Эти шмотки мы не можем дальше обнуть. Ну, то есть мы можем, но они уклонения нам не дают. Чуть-чуть здоровье там прибавляют, но нам, наверное, нет смысла. Эти, по-моему, тоже не дадут нам уклонения. Да. Нет смысла улучшать. О, кстати, можем... О! Неожиданно. Солоритовые слиточки закончились. клешню это попробовать можем улучшить. В принципе, наверное, не знаю. Ещё солоритовые слитки надо. Ага. Ну ладно, красных этих камней у нас не так много тоже осталось, поэтому, может, и не будем. Стоит ли? Наверное, стоит. Попробовать, как минимум, поменять это ожерелье. А там посмотрим. Идём ещё... Ещё разок. Разок другой, может быть. Убьём этого босса. Чтоб посмотреть, что с него падает. может, ещё чё интересного выпадет полезного. 900 атакой обычной получаем. Ну, наносим 900. Ого, тут нужно упереться. О, вообще пойдёт. Давай, разгоняйся. Блин, шанс крита, конечно, никакой у нас. О, тут мне тоже нравится. Хорошее место. На 2500 идёт дополнительный урон. Ну, этот тройной, который скорость ближней и дальней атаки к броне у воды. Да. Да. Ну, короче, этот сет нам, наверное, не интересен. Можно, конечно, дать сделать лужицу воды у каждого там босса, которого мы бьём, например, броню получать от сета. Ну, в принципе, то, что она в процентах, это неплохо. Но всё равно. Ерунда. Так. Давай. Следующий раз. Я знаю, можно на горячей клавише переставить переключения сетов в инвентаре. Ааа, стоп. Это я наживку... А, нет, всё правильно. Не тот сет просто был. И вообще не там ловлю, да? Вот так. Так я точно попал. Нет, наверное, всё-таки надо ждать. Так же, как с этим... с... Азиасом. Ладно. Ждать мы не будем. Пойдём лучше копать... Скоробеев. В принципе, на босса мы посмотрели. Сет из него падает вот такой. И... Три предмета мы тоже увидели, какие из него падают. Сейчас на вики посмотрю, есть что-то ещё интересное у него в луте или нет? Ну, вообще, колечко с него выпадает. Ещё в целом интересное. При полном улучшении 19% урона по боссам и плюс 5 здоровья при атаке в ближнем бою. То есть 10% не процентов, точнее, 10 здоровья при каждой атаке я буду лечить, нанося урон буром. 10 здоровья. А так много, здоровья рьянется будет. Но, с другой стороны, я потеряю всё-таки 30% уклонения. И я буду каждую атаку отхватывать. Ну, практически каждую. Но, в принципе, эти кольца могут быть полезными, если мы полностью с уклонения слезем в сет или в шахтёрский сет у нас, например, есть, который повысит урон буром. Или, может быть, космический сет, как вариант. Он тоже урон буром увеличивает. Ну, урон... Как он там правильно называется у нас? Урон киркой. Ну, не знаю. Я, если честно, слишком большой разницы не заметил с этим ожерельем. И с этим клювом тоже, если честно, не заметил. Ну, в принципе, мы их оставим, конечно. Всё остальное нам не особо надо. Ладно. Всё. Идём в пустыню. И будем искать дальше надкрылья скоробеев. Нам их нужно ещё много найти. Конечно же. Да. И выпадают они с однопроцентным шансом из скоробеев. Но больше у нас, наверное, шансов именно не хватает немного урона, чтобы сюда заходить. Больше шансов просто выкопать их. Они хорошо видны, в принципе, в пустыне. Не сложно, мне кажется, будет их раздобыть. Ничего себе, живучая зараза какая. Давайте попробуем, кстати, с вот этим. 10% ну, в принципе, с этим уже можно работать. И уклонения мы теряем всего ничего. В принципе. Я бы просто в лавовые зоны позаходил бы. Потому что тут может всё-таки еда ещё заспаунится на здоровье. И, кстати, насчёт еды в водном биоме, то, что я думал, есть там или нет, из как раз Атлантического Червя. Еда тоже на дополнительное здоровье выпадает. То есть, ну, мы её гарантированно получим, что радует, конечно же. Отхватил свои 400 урона. Так, у нас тут кузница какая-то. Давайте посмотрим, что тут у нас. А, древняя кузница, здесь древнюю кирку можно улучшить. Да, но нам она не нужна. Но мы знаем, где это делается. В пустыне нашёл довольно большой лабиринт, который, да, сейчас у нас легко, в принципе, ломается пушкой нашей. И здесь у нас веер из перьев Азиаса. Ключ и две ценности какие-то. Окей. Прекрасный веер, созданный в честь Азиаса. Кажется, им даже не нужно махать, он и так создаёт ветер. Подарок достойной королевы. короче, у нас три таких храма будет. Это храм, типа, как там, королевы, да? Есть храм короля и храм принца. в каждом из них какой-то аналогичный предмет. Ключ, который открывает сундук из ещё одного храма титанов или что-то такое. И всё это тоже в единичном экземпляре на карте. Поэтому да. Да. не факт, что мы найдём всё это дело. Чтобы открыть и посмотреть, что там будет. Но отсюда мы можем, в принципе, уходить. С другой стороны довольно большой лабиринт и наверное не так уже сложно его найти. Нашёл в пустыне путевую точку возле этого босса. Она как-то далековато немного. Как будто бы. Но да. Пользуясь случаем пойдём ещё раз этого амарота обормота грохнем. Колечко хочу всё-таки с него посмотреть. Так. Сет надо на третий было переключить. Ещё разок. О, другое дело. т т т т т т т т Продолжение следует... Продолжение следует... Колечко не дает. Ладно, мы к тебе еще вернемся, гадина. И наконец-то у нас уже ближний бой до 90 докачался. И мы первый этот талант взяли на восстановление здоровья. Ага, тут увеличивается не шанс, а процент здоровья, который мы восстанавливаем. Блин, это неплохо. Черт. Может быть просто с этим талантом нам уклонение не нужно будет, да? 5% здоровья будем с 10% шансом при каждой атаке буру восстанавливать. А атак там много. Плюс еще можно, да, шмоточками набрать там 20-30 может быть здоровья восстановления с каждого удара бура. То есть в принципе это может быть очень интересным. Давайте, наверное, знаете, что мы сделаем? Блин, мне это, конечно, так нравится, когда прокает вот эта горячая голова. Ну, наверное, надо бы все-таки ее снять. Ладно. И уже 3% здоровья будет регениться. Подумаю, подумаю. У нас тут какая-то интересная сценка. Давайте пойдем посмотрим, что вот это такое. Ближе подойти нельзя. И разрушить этот объект тоже нельзя. Ясно. Просто декор. Ну, вообще, что-то 10% эти очень редко прокают. Кажется, намного реже, чем 10%. Учитывая то количество атак, которое мы делаем. Я даже не знаю. Я до сих пор не отхилил, сколько там совсем чуточку здоровья. Казалось бы. Хм. Он сейчас на 34 хилл прошел. И сейчас вон на 34 хилл прошел только. О, ну, сейчас тоже прошел. Ладно. О, нет, тут 3 сразу прошло. Ладно, я только пожаловался. Пошел хилл работать нормально. Ну, понятно. Рандом. Рандомный. О, еще одна такая же сцена. Отлично. Спасибо. О, ну, мы нашли еще одну гробницу. Хорошо. Так, давайте мы проделаем вход в нее. Нам надо центр-центр найти прям. Сундуки падают. Куча барахла всякого. Ловушки, типа. О, а вот центр-центр. Хорошо. Ага. Достойный принца. Так, нам теперь гробница короля нужна. И все. Можем отсюда выходить. В отличие от мест с едой, да, вот эти вот места, у них есть свое ограничение по дальности спавна от центра. Гробница принца на расстоянии примерно, по-моему, 500 тайлов от центра спавнится. И мы видим почти, практически ровно на 500 центр. Гробница принцессы на 600. Ну, примерно там, да, тут у нас, ну, вот 600, и она как раз в пределах 600. Гробница короля в пределах 700. То есть, в принципе, чуть-чуть дальше отойти надо, и вот так вот по кругу пройти, и мы гробницу короля найдем. Точно так же, как и гробница титанов, по-моему, тоже у нее есть своя дальность от спавна. Да, вот, центра. И мы найти таким образом можем. Но вот эти вот сценки, где еда спавнится, они случайным образом спавнятся по миру, и их найти будет очень сложно. В принципе, там, где лук тот же легендарный собирается, там тоже можно по дальности от центра найти эти места. В принципе, не сложно. Просто, опять же, нужно лезть на Википедию и смотреть, сколько там тайлов в дальности от центра, и потом по этой дальности примерно ходить и эксплорить. Потому что так просто бегать по миру, ну, это не весело вообще. По пустому, бессмысленному, беспощадному миру, да, в котором практически ничего интересного нет. Так, это мы уже до водного биома добрались. Тут еще биом, как бы, они вперемешку идут, да, и там еще какое-то расстояние будет. Ну, хотя, да, вот уже тут последние кусочки пустыни. Но нам, короче, нужно немного дальше теперь отходить. И где-то на 700 вот сюда. И пойдем как-то вот по этой дальности искать. За все время я собрал, ну, примерно половину скоробеев. Было у нас, по-моему, 7, если я не ошибаюсь, да, тут 12 скоробеев я нашел. Штучки 3, вот четвертая, по-моему, выпала из вот этих самих летающих скоробеев. Все остальное подобрал с пола. Может быть, я, конечно, тоже где-то пропускаю, но запросто, как бы, может быть, ничего в этом удивительного нет. Особенно, когда что-то рассказываю, показываю. Вот, но, да, собираются не быстро. Но собираются, это самое главное. Так, это что у нас такое? Ничего. Понятно, очередное ничего. Или у нас тут босс будет, подождите. Место такое, как будто бы, чуть больше, чем ничего, правильно? Но нету... О! Я не могу разрушить этот объект. Древняя стена из песчаника с накладной вершиной, покрытая символами, которые невозможно расшифровать. Думал, может быть, почитаю, гляну, что там написано. Почитал, глянул, да. Сразу стало все понятно. Может быть, это реально место призыва босса. В целом, если сейчас портал найдем где-то здесь неподалеку, то можно будет реально попробовать призвать босса здесь. Потому что место закрытое непробиваемой стеной. Точно так же, как и у Амарота. Мне кажется, что да, это запросто. Запросто. Мы можем, в принципе, пойти купить эту штуку для призыва. Да посмотреть. По-моему, она не должна тратиться там, если это не место, где босс призывается. То есть мы не должны ее потерять. Но я, наверное, поищу портал, потому что возвращаться сюда... Или ждать 10 минут, пока наш портал зарядится. Короче, не весело. Но если портал будет, то это точно место призыва босса. Все равно бегать еще надо на всякий случай эти, собирать... Крылья с корабеев. Место призыва боссов мы, на самом деле, тоже можем на вики посмотреть и по дальности от центра определить, где оно. И оно ли это. Он, по-моему, как раз наш босс, да? А вот и портал. Да. Хорошо. Нам, может быть, не придется искать тогда... Остальные надкрылья с корабеев. Выкидываем мусор. Дополнительно взрывной урон. Фигурка. Вот это мы оставляем. 7% урона и здоровья. По-моему, у меня не было такого кольца еще. Я пока оставлю. Не знаю, зачем я все это собираю, но пусть будет. И места уже для колец нет. Кольца тоже по 2 хочется оставлять. Поэтому тут как-то тесненько стало. Ладно, будем сюда скидывать. Так. И давайте посмотрим. Давайте штучки 5, может быть, возьмем. Лодка. Лодка нам еще понадобится, возможно. Ну, пусть будет, да. Пусть будет. Короче, в инвентаре пока валяется. Так. Бабки. Сюда пойдут. Поели. О, куда я? Куда-то не туда нажал. Кажется, куда-то не туда. Нам вот сюда. Может быть, попробуем таки одеть еще. Вот это и вот это, чтобы урона чуть побольше было. Так. И мы просто оставляем это здесь. О, да. Скоробейчик. Можно в стеночку как-то упереться. Нет, нельзя. У-у-у. Больно было. Ну и где, где весь схил? Алло. Больно. Больно. Продолжение следует... 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 На удивление прикольная анимация у неё Понял Хорошо, что у нас скорость достаточно большая Так, первая фаза типа закончилась, да? А, это мы типа ей бронюс... Что мы делаем? Прячемся, да? Окей Окей Броню тоже сняли ей И она теперь упала И мы ей вваливаем Я тут постою пока А, не постою, да? Хорошее место было О, здесь тоже неплохо О, тихо-тихо-тихо-тихо Не догонишь, не догонишь, зараза Мне вот этот вот сет чем нравится тем, что у него реально и скорость передвижения И... Уклонение есть Очень удобный сет Ну, на всякий случай спрячусь, не знаю Червей вызывает ещё Червей вызывает ещё Ну и всё Песни лисов Песни лисов получено достижение И мы получили Глаза розовая гидра При попадании накладывает отравление При попадании наносит тройной урон А, для дальней атаки Поножи из костей гидра Оглушает Ну, опять же, на боссов оглушение не работает Поэтому бесполезная фигня И камушки, да, с этих боссов можно потихонечку, типа, как, фармить Окей Этот босс есть Пошли к следующему Возьмём тоже с запасом Дополнительно, чтобы у нас были эти Так И... Это у нас Вот этот босс По идее Я думаю, мы его сможем тут убивать Нам не надо, чтобы он в воде был Ааа, ты зараза На шарик я попался Стоп, а где? Где-то арена с боссом была У нас вот здесь Угу Нас услышали Опять же, бафаемся Похилився на всякий случай Ну и поехали Посмотрим на этого Ящера У него Вдруг есть Ага И то же самое делает Всё А, чуть-чуть не хватило Давай отсюда Ложись Полежу немного Так Так, это чё такое? Понял Я лучше поломаю Ну тут уже не повламывать так Постоянно А, ну хорошо Это ко мне Подождём Из-за вот второй Это и То, да Сюда нужно немного Больше маневрировать И меньше вваливать Ну, это ещё Т.я Ты Т.я 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 Ну, не так. Морской вой получен достижением Прислужники Триглазом Нагрудник из костей гидры Оно это да Короче с них типа со всех собирается Сет Я понял Так Ну пошли на последнюю гидру Да кстати С каждой из этих гидр мы тоже душу получили С друидры Мы 10% здоровья себе прибавили Что очень хорошо С криды 10% брони Что Не уверен что хорошо Давайте посмотрим 59 брони 10% к 59 примерно нисколько Так И Да я выложил Я выложил Нас глазки эти интересуют Так Призывалки мы пока Сюда скинем Вот так Сделаем И Ну по идее мы где-то Где-то там должны Достать до нее Да А там уже она нам место немного почистит Хотя тут вон Хватает места кажется Отлично Бафы 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 Наверное Наверное Обновим Ага Это просто гениальный геймдизайн Теперь с тремя гидрами мы деремся Предлагаю попробовать забить на них на всех И просто стоять Эти меня не видят типа Кстати, они их дамажат тоже, или мне кажется? Надо было это поубирать здесь. Поджигающую слизь. Поджигающую слизь. Ну, те две что-то ничего не делают особо. Реально, как будто бы меня просто не видят. Рев пламени. Получено еще одно достижение. Меч из костей гидры. Два красных камушка. Здоровье, броня, урон огнем при попадании, урон по горящим целям. Фигурка и... А, это ценность просто. Ну и шлем, да, из костей гидры. Это такое. И душа. Тоже... Душу мы, по идее, забрали уже. Давайте посмотрим, что у нас. 10% урона. Это... Это приятно. Тут нам что-то поломали. А, и портал нам поломали. Непорядок. Так, хорошо. Че нам теперь расскажет ядро? Мы всех боссов убили, все души собрали. У нас остался только червь и стена плоти, да? Но что ядро расскажет? Тебе удалось совершить невозможное. Лишь общим усилием можно удержать такое могущество. Теперь нам под силу вернуть былое. Приди к нам. Приди туда, где мы когда-то укоренились в этом мире. Этот инструмент выполнил свое предназначение. Найди нас. Иди к пустоши далеко на северо-запад. Портал не готов. Да там, где у меня как раз это самое было. Блин, тот портал. Ну, мы в принципе тут недалеко у нас. Ладно, поехали. Пойдем посмотрим, что там. Так. Мы пришли. Радиоактивненько тут как-то, да? Типа души забрал все. Наш мир давным-давно он был стерт в пыль. И среди множества иных миров мы нашли этот. Было немало ошибок. Но благодаря тебе все наконец получилось. Увы, для тебя нет места в нашей... В нашем возрожденном обществе. Ну, давайте посмотрим. Финальный босс. Пока шары я не уничтожу, походу, да? Я... Босса дамажить не могу. Вот теперь могу. Командующий ядра. Девяносто четыре в ближнем бою у нас пока только. Я на всякий случай похилюсь. Все же. О, блин, он нам помогал, по-моему, этот жук. Тысяча... Тысяча урона. Так, отхилились. Хорошо, что у нас чуть больше тысячи здоровья. Уже. Ладно, я постою тут. Нет, не постою. Какие-то... Вихри позапускал. Так, тут все. Где-то там последний шар. Так. Может быть, еще какая фаза будет у него? Сейчас его истинная форма появится какая-нибудь, например. О. Действительно. Освобожденные командующие ядра. Так, тут что-то интересное. Похилимся, похилимся. Я ни до кого не достаю. Пострелять, чтобы... К сожалению... Так, что-то тут сужается все. Это не к добру. Наверное. А, хорошо. Все прошло. Не проблема, в принципе. Не проблема, в принципе. М-м-м. Ближний бойловый лапнулся. Еще пять очков. Пять уровней, в смысле, и все. Так. До того мы не достаем никак. Давай, шарик, подойди ближе. Ладно, я сам подойду. И... Бум. Все. Нам надо еще похилиться немного. Нам надо еще похилиться немного. Еще будет третья какая-нибудь его форма? А, нет, не будет. Мы достижения получили. Еще один мир, что нас изгнал. Или же это... Были его сплоченные обитатели? По ноже командующего ядра. Критический урон, шанс критического удара. 25 к урону, который наносишь ты, союзники поблизости. Все враги поблизости получают 76 урона радиацией раз в 2 секунды. Скукота. Максимальная... Так, скорость ближней и дальней атаки. Урон, шанс крита опять же. И... Это у нас шлем, да? На грудника нет. Фигурку мы получили. И немного камней с него тоже падает. Ну что, финальный босс убит? Да, как бы... Как бы все. Давайте мы тут портал тоже поставим. Я, кстати, хотел помахать этим мечом. Да, ну понятно. Я чего-то ожидал большего, что ли? Нет, конечно. Давайте мы здесь где-нибудь... Может, тут есть портал где-то? Ну, короче... Теперь есть портал. Может, достреливать будет, я даже не знаю. Ладно. Тут поставим, да и все. И... Теперь у нас остался... Что, только Атлантический Червь? Но его призывалку... Мы покупаем у торговца, которого у нас нет. Давайте посмотрим. Тут мы всех убили. Тут мы всех убили. У нас реально остался только один Атлантический Червь. А, и Стеноплотец. Кстати, идем мы, наверное, ее попробуем сейчас грохнуть. Давайте возьмем, чтобы видеть, где она находится... Возьмем нам надо... Вот это эктоплазма и слиточки. И... Может быть, шестеренки. Вот это вот фигня. Я уже не помню. Что-то такое там надо было. Так, эти призывалки мы пока выложим. Это все нам не надо. Это, кстати, можно все сюда выложить. А, да-да. Давайте фигурку поставим. И по шлем. О, не сюда. На следующий портал нам надо. Я уже слышу червей. Черви, кстати, это строение не уничтожают, походу таки. О! Только я сказал, и они поломали мне портал. А-а-а-а, гады. Это призывалка. Это сканер. Чтобы мы видели, где этот босс находится. И он сейчас с той стороны. Так, но тут нам надо, наверное, подготовить немного... место для того, чтобы драться с этим боссом. Вот эти штуки мне урон наносят, походу. Или это взорвалось от червя фигня, я даже не знаю. Странная тема. А-а-а, короче, надо пойти на базу. Сейчас я эти... Землю просто выложил. Вроде бы. Нам надо взять земельки. Или что-нибудь есть? У нас тут чего-то много. О, 7000 глины пойдет. Может быть, даже отсюда подготовить место. Как вариант. Я просто не знаю, как... Как быстро мы убьем босса, да? И как далеко нам придется отходить, отступать. Поэтому нужно сделать так, чтобы у нас было... Пространство для отступления. О, свет выключили. Давайте включим снова. Так. Ну, типа, мы где-то здесь, например, начинаем с ним драться. Или, может быть, даже еще дальше. И нам надо все вот эти вот пропасти поперекрывать. Если это пропасти. Нам нужно, чтобы был... Спокойный, комфортный проход. У нас как раз, да, два босса на карте отмечены. И это все, что нам осталось. Последние. Последние. В принципе, если сюда отойти, да, то тут можно спокойно пройти. Но, да, здесь мы, наверное, будем обязательно использовать... Вот эту штуку. Хоть у нас так немного меньше урона будет получаться, но все равно... Мне кажется, надо. В принципе... А, тут выкопать надо наоборот, да? Ау. Ау. Бомб есть. Блин, босс уже на полпути к нам. Тут, в принципе, у нас довольно удобное такое место было. Где обходить особо не нужно. Ну, я думаю, у нас на этот раз намного больше урона, чем было раньше, и мы его быстрее убьем. Должны. Должны быстрее убить. Не знаю, зачем я тут все ломал. Когда можно было просто здесь воду закопать, да и все. Да и нам много тут закапывать особо не надо. Короче, главное по карте смотреть, чтобы у нас... Мы не уперлись спиной. В закрытое такое место большое. Ну и попробуем сейчас... Местную стенку плоти разделать. Она как раз к нам ползет уже. Уже близко. Тут маневр, конечно, не очень такой мне нравится. Здрасте. Ну, в принципе, вот так нормально. Можно обойти. Уже вот-вот. Так, туда я не пойду. Будем ждать его здесь, наверное. Поедим полностью хорошенько. Так, выходим сюда. Продолжение следует... И повторяем процедуру еще пару раз. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Вот тут место неприятное. И здесь еще место неприятное. Ловим уже босса, наверное, с этой стороны. Немного замедлили. Отлично. И еще чуток. Три семьсот. Вот, красиво. Куча критов полетела. Ни с того, ни с сего. Так, 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 идем, 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 идем. Сюда идем Я застрял что-то там немного Что-то он, по-моему, быстрее сейчас Уже бежит Не торопись-ка ты так Так, 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 рывок Отлично Портальчик мой Так, 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 лужа, обойдем Окей Что там, о, ближний бой у нас Прокачан уже на максимум У-у-у, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Маневры, маневры Не туда Пойдет Пойдет-пойдет Отлично, все А, это, по-моему, еще не все Мы ему только половину хопа сняли Походу сейчас, да? Еще придется? Ой-ой-ой О-о Так плохо И мы не знаем, куда мы бежим Типеры О-оу Сейчас, если в стенку мы встрянем где-то, то все Это беда Немного замедлился Хорошо, но ненадолго, да? Ух 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 Давай, фух Фух Кажется, мы справились Но путь мы проделали Да, немалый И вкусняшечку нашли, да Что тут? Здоровье, броня Урон это шлем Сернокаменный Взрывной урон Наносит всем врагам поблизости 74 урона При получении урона Три шлема выпало, отлично Яйцо С которого можно что-то вылупить И в принципе Больше ничего интересного Но вкусняшечку мы съедим Хоп, и у нас 100 здоровья прибавилось Итого у нас еще С червя, по-моему, 40 здоровья Осталось С вот этого И 40 или 50 здоровья Из как раз вот этого А, и стоп, еще из лавого Короче, порядка 150 здоровья Мы еще могли бы себе Добавить Но Меня только червь в принципе интересует И тут надо над червем подумать Над последним Короче С Чтобы призвать этого червя Да, нам нужен торговец Как я говорил Но торговец этот Чтобы его получить Нужно найти В кристаллическом биоме Арену испытаний Которую мы, наверное, еще не видели Короче Нужно идти Прогуляться По вот этим Биомчикам О, кстати Я думал поставить как раз яйца Вот эти вот Повылупливаться А у нас одно уже стоит Давайте посмотрим Что из него Вылупится Это нам точно не надо Но давайте посмотрим Что из вот этого За питомец Получается Шанс восполнить ману При попадании Понятно А по навыкам Что у него Тройной урон Критический урон Урон против боссов Но это опять же Для него все Нам Нам это не интересно Ясно Ну и кстати Да Теперь есть время Нормально докачать Полностью Ну не докачать Докачать мы докачали Я имею ввиду Вложить уже полностью Очки таланта В максимально прокачанный Ближний бой Еще 20% Урона по боссам И чуть больше Отхила Короче Нас интересуют Вот такие вот Генерации Типа Инопланетных Городов Или как-то так Они называются И в них Может быть Как раз Арена Может и не быть И скорее всего Не будет Но их как минимум Этих арен Может быть Больше Одной на мир Поэтому Шансы найти Ее Ну чуть получше Чем Тот же Райский сад Да Эти Нас не интересуют Храмы Или как они там Называются Нас интересуют Именно Строение С инопланетянами Которые Как раз Вот в кристаллических Биомах Но просто Сами кристаллические Биомы Нам не интересны Нам нужны Именно Постройки Поэтому Просто Плаваем По морю И ищем Может быть Найдем Не знаю О Кажется Мы нашли То что мы Искали Еще даже И двух часов Не прошло Да елки Палки Да Это точно Арена И вот здесь Вот вход Походу На всякий случай Поставим Где нибудь Портальчик Давайте Выкопаем себе Тут местечко Небольшое Относительно Безопасное С одним Входом Так И Последний Мой Портал Больше Нам Порталы Не понадобятся Я надеюсь Так Хорошо Что мы Делаем Ага Туда мы попасть Не можем Да А мне нужно Здесь Стоять Да Типа Я не могу Свалить Далеко Мы Типа Заряжаем О Что-то Зарядилось Там Да 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 Когда конечно С четырех сторон То не очень приятно Получается Спавнятся Противники Да Когда с двух Нормальный Вполне Ближний бой Ага На минуточку У нас Так Мы выиграли Мы выиграли И Именно Вот эти Сундуки Нас Интересуют И Именно Ядерный Аккумулятор Нас Интересует Да Космический Шлем Урон 60 урона Кирка Иммунитет К горению Да И здесь Вот Камя Так От Биома В котором Арена Заспаунилась Такие Камни Там и будут Падать То есть На этой Арене Будет Все время Падать Только Именно Синие Камни Всё Это мы сделали Теперь пойдём разместим Сейчас я, наверное, кого-нибудь выгоню просто из домика Чтобы новый не делать Вот этого деда Нам он не нужен Ой, поломал Всё поломал Так Ставим вот эту вот штуковину Вернём Стенку По идее должен заспауниться Сейчас торговят сюда Несмотря на то, что этот здесь Правильно? Или нет? О, кровать нужно было А, хорошо И вот что нас интересует Колонны вот эти Пойдём возьмём деньги Можно, наверное, тут что-нибудь попродавать Шлем жалко продавать Шлем жалко продавать Я ещё ракушку даже одну нашёл Так, хорошо Берём деньги По идее Этот торговец Никуда не должен деться Вот этот Можно их вообще всех в одну комнату было поселить Так Идём сюда Ага Этого босса мы на воде бьём Прекрасно Я совсем не против Так Единственное, что Может быть нам Плыть придётся От неё выплывать Как от стены плоти, например Может не придётся Так, а что у нас? А Заглючило Это С пищей Ты придёшь ко мне? О, он пришёл ко мне Где-то мы такого червя тоже уже видели, да? Визуально, конечно, этот червь поприкольнее, чем червь в террарии И всё Это последний босс, который есть в игре Которого мы ещё не убивали Сначала надо остановиться Рядом нет поверхности На которой мы А ну, чуть-чуть ближе нужно было подойти Меч атлантического червя Так Сейчас посмотрим И Сердце Которое даёт 100 здоровья Регенерация здоровья Урон против боссов Это Жерелья Статуэтка Шлем Здоровье Регенерирует Скорость Ближней и дальней атаки Шанс крита Критический урон И броня Ну Такое И Вот она еда Хлоп Ещё 100 здоровья Итого почти полторы тысячи, да? Мы собрали Окей Ну что ж В принципе На этом дело сделано Да, у нас не найден ещё легендарный лук У нас не найдена ещё Гробница Короля И, собственно, гробница титанов В Пустыне Мы сундук с Гробницы титанов не открыли Но Мне кажется, что там ничего интересного для нас не будет уже И В принципе Игра неплохая В принципе Неплохая Но Она могла бы быть намного лучше Здесь очень много таких сомнительных дизайнерских решений Много боссов Слизанных просто из террарии И ладно, когда это там Разработчики террарии пиарили corekeeper У них там хорошие отношения, да? То есть они Как бы всё нормально Это не то, что там они своровали там, да? Просто когда Делаешь какие-то вот коллаборации Даже с другими разработчиками С другими играми Хочется видеть какой-то свой уникальный контент в игре А не Пять боссов слизней одинаковых, да? Не Три босса червя одинаковых Не Боссов из террарии А что-то Что-то своё уникальное Сначала я думал Больше всего мне не понравится то, что Вся игра у нас как бы под землёй, да? И довольно тёмная такая Но Это Наименьшая проблема У игры И совсем в принципе не проблема Потому что есть там и зелёные биомы И здесь вот сам этот биом мне нравится Музыка здесь тоже нравится Если бы не Тантакли, это был бы замечательный биом Водный я имею в виду, да? И пустыня в принципе довольно светлая такая Открытая По пустыне тоже норм лазить Но опять же В каждом биоме По два противника И всё По большому счёту Ну Как-то маловато Последний биом это вообще фиаско какое-то Который на релизе добавился Вот этот вот Два червя практически одинаковых И босс стеноплоти и террарии Ну Я не знаю Я не знаю Я Ничего особого не ожидал Такого грандиозного от этой игры Но Столько Копирования Я точно не ожидал И Так мало каких-то своих оригинальных идей Мало Интересного оружия В принципе Если бы не этот бур Ух Я не знаю Это вообще скукота была бы Бур просто разбавил То есть Между всем остальным оружием И буром Просто огромная пропасть Как по силе Да Так и по Самой интересности То есть Оружие ближнего боя Которое бьёт На среднюю дистанцию Не на дальнюю На среднюю Это уже в принципе Неплохо Но Бур ещё и пробивает Цепью Противников За экраном Убивает их Да Плюс скорость атаки Сумасшедшая Плюс сам урон Можно поднять И это Самое имбовое оружие В игре Никакое другое оружие В принципе Нам не нужно Да Оно не сравнится С буром Может быть поэтому Как вот ребята В комментариях писали Ему отталкивание Сделали Хоть как-то решили Что-то Что-то плохое В нём сделать Но Не помогло Это Не сбалансировало Всё-таки Бур и остальные Виды оружия Которые Совершенно Бесполезными Кажутся По сравнению С буром Сам баланс Игровой прогрессии Тоже очень слабый Его В принципе Нет Поначалу Прикольно До того Как мы За стену Выходим Поначалу Всё вроде Вполне себе Неплохо И сама стена Тоже да И следующие Там биомы За стеной Вполне Тоже Нормально Да Но потом Когда оказывается Что все эти Биомы Открыты И можно И идти Хоть чуть ли не В самые последние Биомы Собирать Все-все-все Шмотки То Как-то Это Ну Что-то Немного Не то Не то Чтобы я Да Сильно На это Жаловался И как-то Очень Сопротивлялся Этому Я наоборот Да Если есть Возможность Пойти Прокачаться И Собрать Крутых Шмоток А потом Уже Бить Боссов То естественно Большая Часть Игроков Будет Делать Именно Так А не Будет Как-то Там Сосредотачиваться На одном Каком-то Биоме Бить Боссов А потом Переходить К следующему Биому И вот Тут-то В террарии Как раз Очень Грамотно Сделана Прогрессия Потому что Пока ты Не убьешь Там Какого-то Конкретного Босса Следующий У тебя Не появится Опять же Если Ты Копируешь Идеи С террарии Почему Не взять Какие-то Базовые Принципы Которые Хорошо Работают Я не Понимаю Тем более Как бы Да Тут пока Босса Одного Найдешь Сдуреть Можно Ты находишь Кучу Разных Биомов Уже До конца Карты Прокопаться Можно И Босса Не найти Из Этого Биома Например Без Там Перьев Каких Нибудь Да А потом Ракушки Эти Собирать Это Ну Тут Мы Да Тут Повезло Мы Нашли В пустыне Босса Быстро Не Пришлось Собирать Крылья Скоробеев Мы Наполовине Остановились Уже Хорошо Вот Много Пустых Пространств Без Полезных И Неинтересных В игре Много Бессмысленной Беготни Совершенно Бессмысленной И Мне кажется Это плохо Это вот То что тоже Ребята в комментариях Писали Многим не понравилось Многие из-за этого Именно забросили В террарии Все более Компактно И ты постоянно Что-то Интересное И новое Находишь Да Опять же Если уж Брали разработчики Идеи из террарии То Они не взяли Оттуда Интересный Эксплоринг Почему-то А сделали Одну генерацию На огромную Карту Предмета Которая у тебя Здоровье повышает И Он Нафиг Не нужен Этот предмет На самом деле Да Опять же Если играть Через уклонение Или с буром Потом На отхил Можно пойти В танковый Билд И В принципе Тоже проблем Не будет И здоровье Это нафиг Не нужно Потому что Оно Не заканчивается По большому счету Наверняка Но Опять же Да Если играть Какими-то Как играть Тем же Суммонером Камон С мышами Летучими Которые В самом начале Игры мы находим Да Их можно прокачать Но Разве это интересно Всю игру С одним из Самонами ходить По-моему Не интересно То есть Много Таких Каких-то Ну Сделанных Как будто бы В спешке Вещей Как будто бы Ну надо было Уже выпустить Эту игру И И все И дальше Не мучить ее Разработчикам Но Мне бы Например Хотелось бы Наоборот Чтобы Контента Здесь было Больше Чтобы игра Еще пару лет В раннем доступе Побыла И Чтобы было Более Интересное Исследование Чтобы было Больше Каких-то Интересных Предметов Видов Оружия Сетовых Бонусов Например Каких-то Необычных Тут же Можно Придумывать Все Что угодно Но Но Нет Разработчики Придумали Десяток Одинаковых Скучных Мечей Которые Бьют На одну Клетку Перед тобой На две Как Так Непонятно Но Все равно Я еще раз Повторю Игра В принципе Неплохая Как Крафтово Строительная Такая Песочница С убийством Боссов Да Тут И декора Много И в принципе Можно Неплохо Красиво Построить Если хочется Себе там Базу Да Некоторые Ребята Там прям Целые города Себе строят Красиво Интересно Те кто Любят Песочницы Им Вполне Заходит Стоит В принципе Игра Недорого Да Сколько Там 10 долларов Условно И В целом Свою стоимость Пожалуй Да Она Окупает Тут Можно Провести Ну Может быть Не сотню часов Сколько Я наиграл Кстати Сложно Сколько Я наиграл Потому что Я несколько Дней Просто Сидел В АФК Но Вообще 130 часов Я наиграл Вместе С этими Днями Просто Включенной Игры То есть Порядка Часов Там 70 Наверное Можно Вытянуть Из игры Вполне В себе То есть В целом Не так Плохо И это Да Если Не Не Упарываться Сильно В копание Как я Это Делал Вполне Вполне Опять же Я бы И не стал Бо Постоянно Игру С Терарией Сравнивать Тогда Эта игра Бы Казалась Бо Немного Лучше Если Бы Разработчики Сами Этого Не делали Добавляя Разных Боссов Скопированных По большому Счету Из Терарии Поэтому Такое Но В любом Случа Мы С Коркипером Закончили Посмотрим Может быть Разработчики Еще дальше Будут Игру Развивать И Выпустят Какие-то DLC Может быть Какой-то Новый Дополнительный Контент Вот Если Да То Может быть Мы Еще Вернемся Если Что-то Интересное Разработчики Таки Придумают И Сделают Они Просто Добавят Новый Биом С Двумя Червями С Двумя Глистами Какими-нибудь Да И Все Посмотрим Посмотрим Но Пока Что Всем Спасибо За Просмотр Всем Пока И Увидимся В следующей Серии Следующего Какого-нибудь Прохождения Продолжение Продолжение